Здравствуйте, уважаемые зрители, это канал Некрултайм, изод Гази Сапиша. Сегодня у нас в гостях аналитик Фикрет Шабанов. Здравствуйте, Фикрет. Добрый день. Прежде чем, так скажем, начать интервью, я бы хотел выразить соболезнование руководству Казахстана и всему народу Казахстана в связи с трагическими событиями на шахте казахстанской. Да, это, безусловно, большая трагедия. Пять человек погибло, и они работали за гроши для того, чтобы строить нашу страну вместе, а кто-то... Все ли это понимают на самом деле, да? Ну ладно, Фикрет, вот мы знаем, что вы специалист по международным отношениям, и у меня несколько вопросов сразу накопилось в 2000-е годы. Но понятно, что я буду акцентировать в первую очередь внимание на прагматичный интерес нашей страны и нашего региона. В 2000-е годы много говорилось о соперничестве Казахстана-Узбекистана, о непростых отношениях Казахстана и Кыргызстана, и между Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном треугольник был непростой. Но сейчас, вроде бы, на основании отношений Токаева и Мерзиёева, они выстраивают такое конструктивное сотрудничество и много разговоров о Центрально-Азиатском союзе, насколько он эффективен и перспективен. Насколько вы считаете, это жизнеспособный проект и как на него смотрят великие державы, включая США, Китай и Россию? Вы знаете, уважаемые газеты, дело в том, что за 45 минут или за час нам с вами практически невозможно будет описать все исторические этапы или перипетии, которые прошли народы Центральной Азии. На вашем канале мы постараемся обобщить их системно, в очень сжатой форме, показать реперные точки и ответить на ваши вопросы для понимания ваших зрителей. Дело в том, что история отношения народов Центральной Азии, казахов, узбеков, кыргызов, таджиков и туркменов, она имеет свою многослойную историю. Она определялась разными факторами и здесь, как вам сказать, центральными или важными являлось влияние на эти регионы более крупных государств, сопредельных регионов и те, которые не сопределены, например, Великобритания, а на нынешнем этапе Европа и США. Если мы будем вспоминать наши отношения, я имею в виду наши, потому что я вырос в Ташкенте и я, в принципе, находился в это время практически до распада СССР. Если до 1987 года проживал постоянно, с 1987 года по 1992 год, каждые три месяца летом проводил в Ташкенте. То есть, в принципе, я понимал, что происходит внутри Узбекистана и какие же были все-таки точки соприкосновения или, как вы сказали, конкуренции между руководителями того периода Узбекистана и Казахстана. Она была определена, в первую очередь, политической разновекторностью проектности Казахстана и Узбекистана. Несмотря на то, что мы вышли из Советского Союза и на нас, и на вас в том числе, накладывались опечатки советской методики управления, то есть, первое, казахи и узбеки должны ориентироваться на Москву. Мы, значит, в автопилоте еще жили этими стандартами. Наша управляющая элита, она вышла все из советских вузов и, естественно, восприняла все вот эти методики управления народными территориями через призму советского понимания. На этом этапе казахи, узбеки еще не сформировали свои национальные интересы. Они определялись, в первую очередь, его географическим расположением, экономическими возможностями, восстановлением или возвращением к религии, я имею в виду, к исламу. И, естественно, еще одним фактором является здесь и исторические или этнические корни народов Центральной Азии. На протяжении всей вот этого процесса, значит, охлаждения отношений, иногда даже вражды, иногда даже прекращения дипломатических отношений или закрытия границ, оно, в принципе, привело к тому, что сейчас появляется новое понимание в регионе Центральной Азии, его задач, его национальных стратегических интересов. Она теперь стала обусловливаться, в первую очередь, внешней угрозой, это первое. И второе, естественно, его природно-сырьевыми богатствами, то есть востребованностью, предположим, казахского атома для Франции, востребованность казахского и туркменского, в основном, немного узбекского, энергоресурсов для стран Запада. И мы этим, так скажем, сырьевым придатком можем пройтись, так скажем, концептуально. И последнее, как же выбрать Казахстан, Узбекистан и вообще всей Центральной Азии свой путь развития? Почему? Недавняя выставка, то есть практически на прошлой неделе, выставка в Китае, так скажем, IT-технологии, показала самый главный вызов. То есть приблизительно китайцы считают, что через 10 лет большая часть труда или работ, которая управляется, делается людьми или тем менеджментом управления, она должна перейти к искусственному интеллекту и к роботам. Поэтому здесь еще и определяется не только религия, этническое происхождение, поставка сырья на рынки Европы и Запада. Здесь еще и определяется главное – стратегическое выживание этого народа, этой территории в рамках нового технологического вызова. Поэтому я считаю, что очень положительный фактор, что в Казахстане сейчас плохо или хорошо, но начали какое-то движение. Но о том, что в Казахстане будет самая тяжелая ситуация по сравнению со всеми республиками Центральной Азии, объясняется его стратегическим расположением на границе Китая, на границе Российской Федерации. Почему? Дело в том, что сейчас на Западе происходит процесс выдавливания, значит, с проекта «Север-Запад России», а Казахстан является экономическим партнером в рамках одной организации, значит, с Россией. Начинается большая длинная, так скажем, дипломатия. В дальнейшем это перерастет в экономическую эмбарго, а даже, возможно, в локальный конфликт с Китаем. Тут Казахстан тоже будет играть свою стратегическую роль. И вот в качестве поддержки или понимания этих процессов, я почему говорю, в Казахстане чуть-чуть началось движение, положим, значит, между Казахстаном и Узбекистаном, значит, проходили военные учения. Канжар-2023 год, они совместные. Это попытка двух крупных, я считаю, государств Центральной Азии начать двигаться в сторону интеграции, в сторону объединения своих военных и своих экономических, а даже и политико-дипломатических ресурсов в случае военного давления, ну, например, на Казахстан. Потому что если военное давление, о чем говорят в России часто, территориальных претензий, определенных действий сепаратизма на, значит, я не могу по географии сказать, но территория, где это Уральск, вот на этой территории Казахстана, то это серьезные вызовы как государству, народу, так и политической элите Казахстана. Следующий важный фактор является фактор участия Казахстана в тюркских проектах. Например, 16 августа проходило заседание министров здравоохранения организации тюркских государств, и туда еще был включен или приглашен Татарстан, так называемый Всемирный Девятый Тюркский медицинский конгресс. Интеграция в этом направлении имеет очень положительное значение. Я имею в виду в качестве формирования союза государств Центральной Азии. Может быть, на примере Евросоюза, я имею в виду унификации экономических наших стандартов. В принципе, после Советского Союза у нас уже были налажены транспортные коммуникации, но время требует восстановления и расширения новых транспортных коммуникаций. Это теперь в интересах не Кремля, а в интересах государств и народов Центральной Азии. Следующим главным фактором я считаю, что, например, муфтии Кыргызстана и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов. Например, муфтии Кыргызстана Замир Ракеев, он встречается с муфтием Казахстана Норус-Баям Таганулу, они обсудили вопрос о важности совета теперь тюркских муфтиев и издания Фитвы. Это очень стратегически важно, потому что поднимаешься голову или возвращаясь к своим истокам, значит, народы Центральной Азии, я имею в виду в исламском понимании, они должны, так скажем, быть ограждены от неправильных влияний разнородных так называемых исламских сект, которые оказывают давление на малообразованную, я считаю, имеющую, прервавшую традицию ислама в этих республиках, оно должно быть, в принципе, распространено в правильном понимании или трактовке ислама, оно должно быть отделено от государства, это наша мораль, это наша культура, это наш быт, но в этом аспекте есть очень опасная тенденция для Казахстана, потому что многие специалисты Казахстана, даже мне писали, они все-таки пропагандируют идею, что мы тенгриане, идею тенгрианства, это в определенном плане, так скажем, создает раскол казахского общества, я считаю, что эта политика должна, в принципе, то есть точку в этой политике должна поставить казахская элита, руководство Казахстана и, естественно, казахский народ, то есть выбрать для себя путь развития, потому что любая вещь, которая может привести к разделению внутри казахского общества, это первая угроза национальной безопасности страны. Значит, следующий вопрос о том, что как же на это смотрят мировые державы? Европейцы и американцы, они создали свой проект в отношении государств Центральной Азии, то есть они их видят в едином, так скажем, пакете. И на моем YouTube-канале вы можете увидеть об этом информацию, о позиции европейцев и позиции американцев по Центральной Азии и по Казахстану в частности. Он называется «Глобальный шлюз». Я почему его так назвал? Это проект 2022 года Европейского Союза, он касается Центральной Азии и проект энергетической безопасности, он тоже был создан в 2020 году американцами. У американцев проект до 2025 года, у европейцев проект до 2026 года. Ключевым фактором являются гендерные равноправы, права человека, демократия. И первое, что для них важно, это энергетическая безопасность, ихняя энергетическая безопасность, а не казахская, узбекская, туркменская. Поэтому об этом бы нужно было понимать, в каком же ракурсе вас, казахов, узбеков, ну вместе в Центральную Азию видят и европейцы, и американцы. Вот Казахстан поставляет 70% своей экспортированной нефти в страны ЕС и занимает третье место среди стран, не входящих в ОПЕК, по поставкам сырья в Европейский Союз. Доля казахстанской нефти составляет 6% от общего объема импорта нефти ЕС. Следующий, важный для Казахстана сейчас, ввиду войны в Украине, для Казахстана самый важный становится, и даже стратегический, это путь так называемого срединного коридора, где украинская армия наносится ударом по портам, откуда поставляется Казахстан, российским портам, откуда поставляется казахская нефть в Евросоюз. То есть это экономический ущерб Казахстану, это определенные даже могут быть судебные издержки Казахстану, и для этого, для того, чтобы обезопасить, казахское правительство приняло решение перевести, если я не ошибаюсь, на территорию, по-моему, Санкт-Петербурга в один из портов поставку нефти. И, естественно, она заинтересована диверсификацией своей экспортной поставки нефти на рынке Европы. Здесь, конечно, ключевой роль для Казахстана играет Азербайджан, и контроль, значит, его опыт и контроль нефтетрубопроводов поти, порт поти Грузии, и, конечно, в Баку-Тбилиси-Джейхан. Азербайджан очень много денег вложил в развитие своей инфраструктуры по добыче, доставке, переработке нефти. И, естественно, самое главное, создал прекрасный менеджер управления поставками. Поэтому Казахстан может в этом отношении, да и визиты президента Казахстана в Азербайджан показали, что у казахов с Азербайджанами не было, нет и не может быть вообще даже каких-либо проблем. И ввиду того, что Азербайджан все время идет навстречу Казахстану, за транзит деньги, так скажем, транзитные деньги делает дисконтом, создает льготные условия для казахских транспортных компаний. Казахстан решил строить в нашем освобожденном Карабахе, значит, культурный центр Курмангу. Я могу ошибиться, имя, прошу поправить, меня Курмангулу помогут, если я не ошибаюсь. Курмангазы. Курмангал, да, простите. Курмангазы, да. Курмангазы. Вот. И они от имени казахского народа строят вот этот большой культурный центр. Следующий фактор, который для нас всех должен быть важным, это стратегическое значение формата 5 плюс 1. Это сотрудничество Соединенных Штатов в политическом плане с народами. Игорь, вы слышали, новость на выходных прошла, что якобы это узбекские сми распространяли, что Байден пригласил всех пятерых лидеров на саммит Вашингтон. Это правда. Это опубликовано на странице USD, где Байден приглашает этих лидеров пяти стран, потому что обычно на этой конференции ООН могут быть и министры иностранных дел или какое-то другое официальное лицо. То есть Байден отправил это письмо специально для того, чтобы обсудить вопросы по Центральной Азии. Раз. По Евразии. Два. По России. Три. По Китаю. Четыре. По Афганистану. Пять. Потому что это очень стратегически для США или для англосаксонского мира. Это важная стратегическая площадка. Но я хочу сказать, что на первую очередь, вы же просите за, так скажем, вот эту резкость, наверное, но Казахстан, они видят Казахстан в роли второй Украины. Они не видят Узбекистан, Туркменистан. Казахстан должен быть второй Украиной. Значит, может быть... В каком смысле? В смысле, например, экономической борьбы против России, то есть выполнения эмбарго, а в дальнейшем играть роль тюркского и исламского проводника политики США по отношению к Китаю. Это то, что западно-сибирские земли, а не казахские. Это, например, Саратов, это не Саратов, а это Сартау. Дальше, если мы будем говорить о том, что... Я просто хочу подчеркнуть, что Казахстан ни на какие чужие земли не претендует. Нет, это абсолютно. Мы обсуждаем американцев. Да, 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 вот это важно. Не дай бог наши с вами позиции или на этом выступлении у многих людей складывается отвратительное понимание, что мы здесь что-то пропагандируем. Аналитик, он просто позиционирует сторону, которая озвучивает эти планы. Это не планы Газиза, это не планы Фикрета. Упаси Господь, мы не в этом, так скажем, состоянии об этом вообще говорим. Нет, но для американцев на великой шахматной доске вот эта наша клеточка очень важна для атаки в северном и в восточном направлении, вы имеете в виду. Да, абсолютно, абсолютно. То и смотрите, здесь Казахстан почему еще имеет уникальное, так скажем, положение. Казахи-тюрки, в Китае живут казахи и его соотечественники, на территории Казахстана живут китайцы-мусульмане-дунгане, тоже имеется диаспора, а в Китае живет 40 миллионов мусульман-дунганов. Поэтому в Казахстане возвращение к исламу или усиление ислама, оно будет сопровождаться и в том числе глобально политическими задачами. Система безопасности Казахстана, она будет выстраиваться и в том числе по тюркскому периметру. Вот недавно в мае, по-моему, руководство Казахстана, президент Казахстана заявил, по-моему, в Петербурге о том, что мы не будем ходить ни в какой союз, несмотря на то, что Россия и Беларусь это один почти народ, и они выстраивают свой союз. Но мы выходить не будем. Но, естественно, мы будем выстраивать свой формат отношений с СНГ, с Евразийским союзом или межгосударственность России и межгосударственность Беларуси. То есть Казахстан сейчас находится, понимаете, как в экспериментальном поле. Он ищет для себя точки, так скажем, балласта или мира. Я не думаю, что у него получится. Объясню почему. Вы зависите от того, что ваш уран нужен китайцам, русским и французам. Они за вас будут воевать. Ваши политики, они будут за вас воевать. И французский, и атом, и нефть вы продаете или за евро, или за доллар. Это не казахский тенге. Ваша экономика зависит от западных технологий и, самое главное, западного финансового средства. Это доллар, в основном это доллар и евро. Ваша новая казахская элита, молодежь, обучается, я не могу сказать процентным соотношением, 40-20-60, но она обучается в Лондоне, в Вашингтоне, в Европе и в Турции. Но это ни в коем случае не Иран, например, не Саудовская Аравия, хотя и там есть студенты. Но в любом случае, так скажем, ментальная переориентация казахов, она встраивается в концепцию этой Тюркии или через Турцию-Запад. Вот так скажем. Ну да. Как Вы считаете, война между Россией и Украиной каким образом сейчас влияет на, в частности, центрально-азиатский регион? Какие волны идут и что может произойти? Ну, она имеет и побочное, то есть отрицательное влияние и побочное положительное влияние. Конечно, если можно назвать это положительным, потому что любое влияние от войны положительное, оно немножко кощунственное. Но здесь главный фактор то, что обходные меры для экономики Российской Федерации, как по импорту, так по экспорту, выполняют государства Центральной Азии, особенно Кыргызстан и, значит, Казахстан. Несмотря на то, что и политические руководители, и руководители профильных министерств государств Казахстана и Кыргызстана отмекиваются или открещиваются. Но на самом деле, значит, секторальные или точечные, значит, санкции американцев, они говорят о том, что мы знаем, что вы делаете. А для того, чтобы доказать вам или показать вам, что на вашей территории это выполняется, применяются точечные маркерные методы санкций в отношении каких-то компаний, в отношении каких-то персональных людей. Например, недавно, значит, американское, значит, Федеральное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении лица армянской национальности, у которого имелось, значит, три компаний у гражданин Казахстана в том числе. У него компания на территории Казахстана, на территории, если я не ошибаюсь, Евросоюза. И он поставлял, значит, то, что запрещено американским законом в Россию. Это чипы, это какие-то секретные технологии. И тут опять фигурирует Казахстан, денежные трансферы через Казахстан, через казахские банки и так далее, и так далее. Это в прессе есть. По-моему, его фамилия Джавлакян. Джавлакян, точнее. Вот. Я почему об этих методиках вам говорю? Дело в том, что отрицательная вещь является то, что большое количество репатриантов. Это первое. Плохо или хорошо? Да, может быть, на начальном этапе для вас это хорошо, что они приходят с капиталом, с инвестицией или релаканты, в том числе компании, которые уходят с России. Это открытие новых рабочих мест в Казахстане. Это новая такая, скажем, продвинута технологически, продвинута айтишная какая-то среда. Это все имеет положительный результат ровно до той поры, пока это не станет проблемой для государства Казахстан с точки зрения модераторов украинской войны. Когда вам будут пальцем тыкать, что это, условно говорю, обходные санкции вы обходите. То есть вы обходите санкции. Это является площадкой, так скажем, поддержки экономики России. Плюс через вас идут через подставные фирмы российское зерно, и в том числе на территории Ирана, подсанкционный Иран. Через вас идут определенные элементы экспорта России по двойным документам. Об этом все знают американцы. Пока они будут с вами договариваться. Ну вот если в принципе не договорятся, наверное, эта машина брушится на вас. Но я думаю, что если Иран и Россия в состоянии выжить под санкционным давлением, Казахстан не выживет. Нет, но Фикрет, я одну точку просто добавлю. Безусловно, американцы и европейцы в этом заинтересованы. Но наши дипломаты могут контраргумент выдвинуть. Ведь все-таки сами американцы и европейцы пока на всю мощь санкций в отношении России не врубили. Это раз. А если мы присоединяемся к американским санкциям, то ответная российская экономическая эмбарго может оказаться или сопоставимым, или даже более разрушительным для казахстанской экономики, нежели чем американской. Вы понимаете, да? Абсолютно верно, Газис. Вы правы. Дело в том, что применяться решение по отношению к Казахстану, оно будет, естественно, после окончательного принятия решения или позиции по отношению к России. Вы абсолютно в этом правы. И, естественно, Америка находится далеко, а вы здесь рядом, под боком. И у вас почти 9000 совместно... 6,9... 7000 километров в общей границе с Россией. Я даже когда-то был на границе Озенках. Это Саратов с Казахстаном. Это, в общем, зимой там был, в общем, степь, холод и кошмар. Но в любом случае, то есть я хочу сказать, что вы абсолютно в своей позиции правы. Я общаюсь иногда с казахскими дипломатами достаточно высокого уровня и даже уровня вашего президента, я имею в виду, из его окружения. Да, в Казахстане есть обеспокоенность вот этой ситуации. Казахи понимают, что какие риски несет... Вообще это война. Им бы, в принципе, как вам сказать, дипломатически, экономически подальше держаться от этой войны, не быть втянутым в эту войну. Но она все равно бумерангом бьет. И у казахов вопрос. Допустим, американцы задают нам вопрос ребятам. Вступайте в наш альянс. Окей. А где гарантия, что вы нас не бросите на полпути? Понимаете? Это риски для страны, это ответственность для страны. Поэтому я думаю, что сейчас, так скажем, игра на балансах или на интересах разных государств, она будет стратегически для Казахстана достаточно тяжелый и трудный путь. Вот обратите внимание, влияние Японии и влияние Южной Кореи на Центральную Азию степ-бай-степ увеличивалось. Значит, на прошлой неделе Байден, руководитель Южной Кореи и руководитель Японии подписали стратегическое соглашение о формировании нового военно-политического альянса, то есть антикитайского. Представьте себе завтра японцы и корейцы, которые сотрудничают с вами в технологической сфере, в инвестиционной сфере и так далее. Они тоже будут вас поддавливать или подталкивать. Почему? Потому что, вступая в союз или в альянс с Америкой, они, естественно, должны за это в глобальном понимании что-то получить, то есть вырваться лидерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И последнее. 21 век. Центр мировой политики. Не восточный, не европейский, а Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому тот, кто будет править или руководить Тихим океаном и Азией, тот фактически будет управлять мир. И здесь я хочу, чтобы казахи понимали, о чем я говорю. Здесь ключевая важная роль, кто будет управлять Сен-Цианским автономным округом. Это два народа, находясь на месте, это казахи и узбеки. Ну, вы знаете, все-таки есть еще такая логика, хотел бы оценить вашу позицию. Ведь на самом деле, когда и наши дипломаты, и другие специалисты говорят, ездят в другие нейтральные страны, так называемые нейтральные страны, в Индию, в Турцию, в Саудовскую Аравию, в Китай, то там они слышат следующую логику. Они говорят, да, мы понимаем, что война несправедлива, но ведь это все последствия глобальной американской стратегии залезть во все возможные щели и разворотить все возможные ульи. И как бы Россия, плохая она или хорошая, сейчас Запад отвлекается на нее, тратит внимание на нее, и пока тратит внимание на нее, не трогает нас. Если сломают ее, то возьмутся за нас, поэтому пусть лучше она будет ослабленная, но не сломленная. И это такая умная, взвешенная игра в нейтралитет со стороны вот этих вот третьих региональных держав. Ну, правильно ли, действительно ли это так, и действительно ли это самая выгодная позиция, ну, позиция, с которой нужно брать пример? Я думаю, что сейчас, если мы говорим о стратегии на минимум, это правильная игра. Почему? Потому что никто из политических лидеров не готов вот к этому большому наплыву большого переграмотирования мира. Новый мировой порядок должен быть установлен к 2035 году. Новый валютный мир или новый финансовый мир будет установлен к 2025 году. Давайте мы с вами разберем страны, которые вы сказали. В чем заключается позиция Саудовской Аравии? Саудовская Аравия является очередной мишенью на децентрализацию. Американцы открыто говорят, эта страна распадется как минимум на 3, ну, гипотетически может быть и на 4 части. Это первое. Второе. Если мы говорим о других государствах арабского мира, мы должны отдать себе отчет о том, что все, что мы видим сейчас, это будет переформатировано. После Украины начнется большая ближневосточная война, и в первую очередь она направлена на прекращение логистики китайских проектов в один пояс путь, поставка энергоресурсов из Ирана и Саудовской Аравии 2, распространение. Значит, китайская экономика работает на экспорт. Если она не продает, не вывозит, она остановится. Поэтому ей нужны рынки сбыта. Если рынок сбыта, например, Иран, самый большой рынок сбыта для китайских товаров. Если это все остановится, то и китайская экономика начнет буксовать через квартал. Поэтому, учитывая все это, нужно создать хаос управляемый, он будет управляемый. И этот хаос приведет к формированию или, так скажем, американской доктрине Большого Ближнего Востока. Это первая часть, то, что касается Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сейчас, грубо говоря, обхаживает Казахстан. Для чего? И в том числе Казахстан. Для того, чтобы оказывать влияние или давление на американцев в ценообразовании на энергоресурсы. Поэтому это первый фактор. Второй фактор. Саудовская Аравия, Лига Арабских Государств, они начинают открывать в Казахстане разные фонды. Фонды, условно говоря, исламские. Но они будут пропагандировать, так скажем, их модель ислама. Мы будем называть ее вот так. Поэтому это тоже несет определенные, я думаю, в стратегическом плане угрозы или, так скажем, проблемы для государства Казахстана. Наряду теперь следующий фактор. Мы говорим о ваших соседях, Афганистане и Пакистане. Ну, например, Пакистан отказался выполнять подписанные соглашения с Ираном о проекте МИР. Это Иран, газопровод. Иран, Пакистан, Индия. Сперва Индия вышла из этого проекта. Иранцы вложили свои деньги и подвели газопровод к границам Пакистана. Пакистан отказался выполнять свои условия. И он обосновал форс-мажором, что на него оказывают давление Америка. Иранцы готовятся судиться с пакистанцами сумма иска 18 миллиардов долларов при нынешней очень тяжелой финансовом положении Пакистана. Если взорвется и этот регион, вы должны понимать, как это окажет свое влияние на Центральную Азию в большом плане и в частности на Казахстан. И последнее, то, что касается интересов Турции, как вы говорите, не надо вмешиваться, но пусть там общие. Проблема Турции заключается в том, что если сейчас американцы педалируют на то, что раз зерновая сделка не работает, а ее никто не может обеспечить гарантией вывоза, то только наши корабли могут это сделать. И мы готовы ввести корабли НАТО в Черное море. Турки против этого. Поэтому американцы педалируют на отмену, так скажем, соглашения Мюнтре. Поэтому и Турции, и России выгодно продлить зерновую сделку, чтобы туда не вошло НАТО или американцы. Поэтому у каждой своей страны, исходя из того, что вы озвучили, вы правильно озвучили постановку вопроса, но у них есть свои национальные, так скажем, задачи безопасности. Они исходят из своих целей, а не из того, что Россия плохая и Украина хорошая. Нет, они исходят из своих. Потому что любое сейчас, понимаете, мир переплетен как паутина. Любое подергивание любой паутины может аукнуться в другой точке мира, земного шара. Завершающий вопрос. Много говорится в последние годы о Туранском проекте. Вы тоже его упоминали в нашем разговоре. И у Турана-оптимистов есть мнение, что буквально в ближайшие годы можно построить единую Туранскую армию. Это будет такой, как Англосаксы или Арабская лига, такой культурно-расовый союз, который будет защищать друг друга. Насколько вы думаете реально в условиях того, что Турция – локомотив этого проекта, но Турция ведь и член НАТО, и такая исламская страна претендует. То есть, насколько перспективен Туранский проект? Перспективность любого проекта, хотите его называть, я не знаю, африканским, определяется многими компонентами. На первое место выступает компонент привлекательности экономической, технологической и военно-политической модели того государства, на который вы ориентируетесь. На данном этапе Турция среди стран исламского мира и среди тюркского мира является фаворитом или номер один в зависимости от градации. Сейчас, к сожалению, экономические трудности Турции не позволяют ей активно участвовать, и в том числе в тюркском направлении. Это первое. Второе – активное участие Казахстана, Азербайджана, Узбекистана в формировании новой военной доктрины интеграции тюркского мира – это тот процесс, с которого мы волей или неволей, ради защиты своих интересов, вынуждены вступать в этот альянс. Почему? Потому что турецкий военно-промышленный комплекс сейчас быстро прогрессирующе развивается. Раз – нам дают доступ к этим технологиям, два. Наших специалистов обучают, три. И параллельно мы формируем единую концепцию, так скажем, военной безопасности. Но параллельно с этим есть другая, так скажем, отрицательная часть. Я буду говорить про азербайджанцев, чтобы было правильное понимание среди наших братьев-казахов. Гражданин Азербайджана в Турции может без визы находиться 30 дней, а в Дубае 90 дней. Это первый фактор нашего Тюркского союза. Например, если, в принципе, мы для того, чтобы, условно говоря, проживать в Турции, мы должны в течение шести месяцев, каждые 30 дней выходить, заходить. То же самое к туркам относится. Но зато мы в Грузии можем находиться 365 дней без визы. Такая же ситуация с получением работы или разрешением на работу. Такая же ситуация с турками в Азербайджане. То есть они тоже могут быть в Азербайджане 30 дней без визы. Они, например, оттутки в Иране могут находиться 90 дней. Где здесь Тюркский союз? Мы даже эти элементарные вопросы между собой пока не согласовали. У нас должно было быть элементарно. 365 дней раз. У нас должно было быть преимущество, что граждане тюркских государств, братских, должны получить возможность работать два, а не сирийцы, как это сейчас в Турции находится. Поэтому много есть комплексов. Но я хочу сказать так, что от этнических корней, от генетических корней, хотим мы, не хотим, мы никуда не убежим. И сейчас последние события, что в Карабахе, что, предположим, недавно в Каракалпакстане. Они показывают об одном, что если захотят внешние модераторы взорвать Казахстан, Узбекистан, Казахстан могут. Но для того, чтобы сохранить стабильность на своем границе по периметру, что мы должны делать? Кооперироваться, помогать друг другу. И, естественно, первоначальным благоприятным шагом является как раз ислам, тюркизм и, естественно, общность интереса. Это в плане геополитики. Но, опять говорю, пока и среди тюркских государств не будет высокотехнологичного развития какого-либо государства, я считаю, что это просто останется этносом, фольклором, культурой, я не знаю, смешанными браками и так далее, и так далее. Ну, то есть прогрессивная модель и позитивные горизонты будущего, они, конечно, всегда побеждают. Вы это имеете в виду, да? Фигрет, спасибо большое. Очень интересная беседа. Надеюсь, это начало какой-то более продолжительного диалога по актуальным проблемам. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И мы в описании выставим ссылки на профили Фигрета Шабанова в Ютубе, в Фейсбуке и на некоторые его материалы. Тоже подписывайтесь, изучайте. Фигрет, спасибо вам большое. Дорогой Газис, большое вам спасибо. Если разрешите, маленькую ремарочку. Я публиковал интервью для казахских СМИ за год до событий, ямарских событий в Казахстане. Я бы очень хотел попросить вас, выставите этот линк тоже. Обязательно. Чтобы наши братья в Казахстане смогли увидеть, ну, в принципе, они начали говорить, появился, кто он такой, что он вообще сделал, чтобы можно о нем сложить мнение. Вот о казахских событиях за год я, в принципе, дал интервью. И, в принципе, я думаю, что для того, чтобы всему человечеству выжить, нам нужно не убивать друг друга, а создавать форматы для развития и сотрудничества. И, самое главное, кооперации. Без этого, без совместного, так скажем, сотрудничества нет будущего ни у казахов, ни у азербайджанцев, ни у турков, даже и у китайцев. Понятно. Спасибо. Согласен полностью. Спасибо большое. Согласен полностью.